У хороших прыжков, что будет происходить с строением конечностей? Причем, давайте вот так подумаем. Наша группа, наземная позвоночная, детрополка. Передние и задние конечности при движении по земле имеют одинаковую задачу или у них разные задачи? Рад вам. При прыжке отталкиваемся от земли каким конечностью? Задними. А приземляемся, амортизируем? Начинаем передними. В переднем даже задачки разные. Итак, при прыжковой специализации, что можно ждать? Зверюга должна хорошо прыгать. Какие конечности и как скорее всего в ходе эволюции изменится? Во-первых, за одним, во-вторых, как это будет? Говорим на двух разных примерах. Дополнительный вставка в катапульту, необходимую для прыжка. При этом, когда говорят, что у прыжковой конечности глинные, ну-ка давайте подумаем. А все ли отделы конечности углиняются в одинаковую эстетику? Или не все? Не все. Не все. Вот, посмотрите на схему. Вон воршисть, а вон архетип. Какой отдел резко углинился? Не знаю. Да. Есть. Ребят, при удлинении конечности всегда удлиняться будет не ближайшее туловище, а самое удаленное туловище отдела. Причем, чем более удаленное отдел, тем сильнее будет удлинение. Смотрите, я беру трехкилограммовую гирю. Так? Да. И к этой руке я ее привесил вам вот здесь вот рядом с плечевым суставом. Вот здесь зажим и здесь весенделием. А к этой руке я ее привесил вот здесь, к кисти. Скажите, пожалуйста, какой рукой вам махать удобнее? Руки у вас вытянуты. Какой рукой вам махать проще? Если гиря у вас в районе плечевого сустава или гиря у вас в районе кисти? Да. Именно так. Если мы вот сюда большую массу нагрузим, у нас получается отвратительный рычаг. Вот эта мускулатура должна отразивать какое-то непомерное усилие для того, чтобы двинуть массивной вот этой частью конечности. Смотрим, почему это важно. Это правило общее для прыжка, бега, полета. Когда нужна длинная конечность в большом притубе полета. Вот давайте смотрим вот так. Вот она вот. Для того, чтобы конечность суставов двигалась. Мышцы должны приводить движение в гусья? Да. Должны. Мышцы это массивное? Многовесящее образование? Или так себе, легенькое? Массивное. Массивное. Четверть вашей массы мускулатуры. А как по-вашему? Это не важно, можно человеческую руку или ногу взять. Но лучше конечно у летуна или у бегуна. Или у бегуна, посмотри. Как по-вашему, а где будут находиться мышцы, приводящие в движение первые отделы, доставляющие вот так. Где они находятся? Один конец, понятное дело, к первой к хвостю, а второй конец к хвостю. И эти мышцы можно делать очень массивными. В результате усилия, которые будут развиваться вот здесь, очень легко. При этом, это все равно, что гиря, привязанная вот сюда. Мешает она махать рукой или нет? Не, не мешает. Теперь, для того, чтобы вот здесь вот сустав сбегался, где надо мышцы ставить? А вот здесь уже в туловище не вы поставили. Приходится ставить вот здесь. Мышцы сгибающие, сгибающие локти и колено. Но как по-вашему, какие мышцы сильнее? Сгибающие, сгибающие бедро и плечо, или сгибающие, не разгибающие, или локти и колено? Какие мышцы сильнее у всех? Правила локти, очень простое. Включая бедро. Да, конечно. А почему нельзя вот эти мышцы, вот давайте относить группу А, а тут группу Б. Почему нельзя группу Б сделать такими же сильными, как группа А? Сильная мышца сколько весить будет? Много. Много. А это значит, гиря у вас не здесь висит, а вот здесь висит. Если у вас здесь висит 3-пилограммовая гиря, то рукой двигать совсем просто или возникает проблема? Нет. Возникает проблема. Поэтому этот отдел уже так нагружать не будет. А теперь особенно показательно, ну ясно, что здесь у нас мускулатура, чтобы вот эта стопа двигать, так? Она, кстати, куда будет всегда смещена? В сторону кисти или в сторону локтя? В сторону локтя. Думать. Куда будет мускулатура, предплечье и воле не смещена? В сторону кисти и стопы? В сторону? В сторону второго стопа? В сторону второго стопа? В сторону второго стопа? Ну, потому что там уже есть другие мышцы. Ребята, выгодная и невыгодная тяжелая массивная терминка далеко от центра вращения стопы. Крайне невыгодно. Поэтому все тяжеленько. Ну и теперь, самая проблема большая с кистью и стопу. На самом конце, типовой случай у нас с вами, пальцы, мы с вами приматы, всем понятно, да? Кстати, утверждение, человек произошел от обезьяны. С вашей точки зрения, справедливый или нет? Нет. А почему нет? Потому что он пошел. Обязательно. Скажите, пожалуйста, как вы отнесетесь к утверждению, шестиклассник произошел от учеников? Он не происходил от учеников. Он является одним из вариантов учеников. Потому что мы с вами не произошли от обезьянка. Нравится это или не нравится, в данном случае это совершенно неважно. Но мы с вами являемся одним из очень специализированных вариантов обезьянка. И все. Какая должна быть сила захвата пальцев у всех обезьянок? Разумеется. Мы по своему происхождению древесники, трехмерные существа. Обитатели кромдеревья. Что будет, если во время прыжка с веткой на ветку на высоте 20 метров? Так? Пальцы не выдержат усилия от захвата ветки. Под вами 20 метров. Привет. Так что пальцы должны быть очень сильные. Если пальцы сильные, мышцы должны быть сильными, которые приводят к действию. Да. Очень сильные. А сильные, то тяжелые. Да. Вопрос. Где находятся мышцы, приводящие в движение ваши пальцы? Вот ваши пальцы. Вот отличный. Мы делаем такую вещь. Извернули руку, ладошку вверх. Положили вторую ладонь. Вот здесь, рядом с лаптевым. Так? Вытянули пальчики. И поработали ими. Согнули, разогнули. Чувствуете под ладонью движение в угол? Да. А что это движется? Слышите пальцы. А теперь сравните две вещи. Вот вы сгибаете пальцы. Так? А вот вы с усилием разгибаете пальцы. Переверните руку ладонью вниз. Поиграйте вот так пальчиком. Движение бугрок чувствуете? Да. Вопрос. Где находятся мышцы, приводящие в движение пальцы? На задней. На предплечье. При чем? Ближе к локтю или ближе к запястью? Ближе к локтю. Почему? Все массивные вещи надо смещать ближе к полуищу. Иначе рычаг становится крайне невыгодным. Хорошо. Вопрос. А как же мышцы у нас вот здесь? А пальцы почему-то вот здесь сгибаются. Как интересно. Мышца что, телепатически передает свое усилие на полон? Или как? Понимаете? Просто вдоль запястья, вдоль пястья и вдоль самих пальцев проходят сухожилия. Да? Кажется, что рука. Ну, такая просто устроенная штука. Как по-вашему, сколько штук мышц у вас вот в этой части руки? Больше. Заодно ноги. А это нужно посчитать. Так что минимальное количество посчитать нужно. Скажите, каждый сустав вы должны иметь возможность согнуть? Да. А разогнуть? Да. А это значит, каждому суставу сколько мышц надо будет вести? Две как минимум. Одну сгибатель, вторую сгибатель. Считаем суставы. Сколько у вас пальцев? Пять. Пять. Сколько суставов на каждом пальце, кроме первого луча? Три. Три. Раз, два, три. А в первом луче? Два. Два. Сколько всего получаем вставку? Четыре на три. Двенадцать. Двенадцать и два. Четырнадцать. Четырнадцать. Сколько мышц надо подвести к каждому суставу? Два. Два. Сколько мышц надо просто, чтобы пальцами увидеть? Двадцать. Двадцать. А пальцы вы можете только сгибать и разгибать, или вы можете вот так качать? Качать. А если вы можете так качать, это значит, должны быть мышцы, которые совершают вот это действие. Это понятно? Это понятно. Хорошо, а теперь вы можете делать вот это движение? А вот такое движение? А вот обратное движение? А для всех этих движений мышцы нужны? Догадайтесь в двух раз, где они находятся. В саптанте. Предплечье и голень – это не просто сложно, это сложнейшим образом организованная скелетно-мышечная система. Исключительно красиво управляемая. Кстати, кто-нибудь знает, какие мышцы у нас еще есть, кроме сгибателей и разгибателей? Вот смотрите на меня. Скажите, пожалуйста, вот рука, да? Вот сейчас я ее буду сгибать или разгибать? Сейчас я ее буду. А эти движения являются сгибанием или разгибанием? Это вращение. Это вращение. А мышцы для них нужны? Да. Можно ли эти мышцы назвать сгибателями или разгибателями? Не нельзя. Значит, эти движения называются промоцетку. Вращение. Как что? Промоцетку. Пронация и супинация. Что из этого? Пронация и что супинация? Как я в свое время запоминал? Очень просто. Вот нормальное положение моей руки. Так? Если я ее вот так разверну. На ложку похожа? Да. Суп есть можно? Да. В результате вот это движение, это какое движение? Супинация. Супинация. А обратное движение? Пронация. Пронация. Из-за привычки европейского человека ходить в обуви, а без обуви в Европе, особенно в северной Европе, как неуютно, особенно в это время года, развиваются деформации стопы, которые называются плоскостопиями. Особенно, особенно, это характерно, здесь такое гендерное отделение, у барышей чаще всего даже двойная плоскостопия развивается, и продольная поперечная. Связано это, к сожалению, с высокими каблуками. Я сам чертовски люблю барышей на штырьках, но что делать? Ногам вредно до безумия. Если у человека плоскостопия, что ему советуют? Какое лечение назначают? Еще раз. Громче, правильно сказано? Супинатор. Что такое супинатор? Стелька. Стелька или пластинка, которая что делает со стопой? А в какую сторону? А посмотрите, вот руку вот так можно хронировать, с этой нервы. А ногу можно и двигать? Да. Ровно так же. Вот движение. Вы на физкультуре это делаете. Когда говорят, ну-ка давайте пошли на внешний кромочек стопы, А теперь на внутренний кромочек стопы. Это вы что делаете? А это вы как раз развиваете функционное действие стопы. Так?